Здравствуйте, друзья! Америка, страна иммигрантов, или, как по-английски говорят, не страна иммигрантов, а говорят nation of immigrants, да, то есть нация иммигрантов. Эти слова стали названием книги, написанной президентом Джоном Кеннеди, он не был тогда президентом, он был сенатором от штата Массачусетс, это был 1958 год. В 1960, я боюсь соврать, третьем, четвертом, второе издание этой книги прошло, и когда книга вышла, она уже посмертно вышла, Джон Кеннеди погиб, его брат написал, Роберт Кеннеди, который был тогда генеральным прокурором, написал предисловие к этой книге, и вот такой вот лейбл, да, Америка, страна иммигрантов, и это вошло, как бы, в речь, это вошло, ну, даже, не знаю, в дух, как бы, в ментальность. Хотя, надо сказать, что полгода назад эти слова исчезли со страницы иммиграционного сервиса, вот то, что раньше было INS, да, Immigration Naturalization Services, сейчас это называется, там, по-другому, но иммиграционная служба американская, у них на веб-сайте раньше было написано, что наша задача, Mission Statement, так сказать, для чего мы, вот, чтобы, значит, грамотно и добросовестно, значит, осуществить, так сказать, вот это, ну, там стоит слово Promise, то есть, как бы, обещание, ну, может быть, не прямо так прямолинейно, но вот обещание того, что страна иммигрантов, Nation of Immigrants и так далее, вот там вот эти слова были, сейчас их убрали. В начале года их оттуда убрали, у них теперь новый директор, который, как бы, сказать, борется с иммиграцией, такой, как бы, с той стороны человек, и они переформулировали, и сказали, что наша задача, в соответствии с законами, значит, обрабатывать те заявки, которые поступают, вот так переформулировали. Значит, сто лет назад население Соединенных Штатов в процентном отношении, да, люди, родившиеся вне США, США, уже неважно в каком возрасте, но среди населения, людей, родившихся вне США, было 14 примерно процентов. И это так примерно с середины 19 века, так оно примерно держалось на этом уровне, с середины 19 века до где-то 1910, 11, 12, вот туда. И что-то много стало неродного такого элемента. Было очень много всяких фобий, например, что приезжающие китайцы изменят, как бы, культурную ткань страны, и это для страны плохо. Были фобии такие, что вот, например, в штате Пенсильвания скоро немецкий язык станет основным. Была большая эмиграция из Германии, вот скоро основным будет немецкий язык. Я уже не говорю о том, что, так сказать, старая вражда с католиками. А приезжало очень много католиков, особенно вот на рубеже веков, там и из Польши, из Ирландии, из Италии, вот, рвануло. То есть, ирландцы и раньше были, но Польша и Италия очень сильно к этому добавили. Дальше, еще хуже, чем католики, это была еврейская эмиграция, тоже там несколько миллионов человек приехал. Поэтому, то есть, они, в общем, ну, не переваривали так быстро. Страна так быстро этого ничего не переваривала, было много страхов. Это напоминает сегодняшнее, правда? Немножко есть. Но сегодня объектом являются мексиканцы, например, а в то время объектами были, там, итальянцы, поляки, значит, там, евреи, там, и так далее, китайцы. Потом были новые законы иммиграционные в начале 20-х, которые резко сократили возможности иммиграции для вот этого неевропейского элемента, так назовем. Не вникая в подробности, как это было сделано, были, ну, в принципе, квоты были. Были установлены квоты на то, сколько народу может приехать из той или другой страны в процентах по состоянию на 1800, там, 80-й год примерно, да? То есть, вот если не было тогда евреев особо, вот тогда особо и не приедут. Не было итальянцев особо, особо не приедут. Ну, и вот такого плана была квота. И иммиграция начала идти вниз в процентном отношении от населения. И где-нибудь там, году к 60-му, вот как раз, когда вышла книга Джона Кеннеди, в 58-м она вышла, к этому моменту с 14% количество рожденных за пределами США жителей страны снизилось с 14% до 6%. Потом еще несколько лет прошло, там, чуть ли не до пяти. По-моему, минимум был где-нибудь году в 70-м. Году в 70-м. А иммиграционную реформу Кеннеди сам провести не мог, поскольку погиб, если был убит. Но ее провел его преемник, президент Линдон Джонсон. И с 1965 года иммиграционная система Соединенных Штатов, вот примерно такая, как мы ее знаем, с небольшими изменениями, видоизменениями. Ну, вот она примерно такая. Так вот, этот новый закон 65-го года не сработал мгновенно. Потому что, сами понимаете, там еще мало приехать, надо еще стать гражданином и так далее. Ну, вот, начиная с 70-го года, вот в 65-м новый закон, начиная с 70-го, меняется кривая тенденция, раз так развернулось. И вот сейчас мы с вами попали примерно в ту самую ситуацию, которая была 100 лет назад. То есть, население Соединенных Штатов, рожденное за пределами Соединенных Штатов, сегодня составляет те же самые 14%. Мы видим точно такое же обострение антииммиграционных настроений. И тоже вот там все им не то. Но единственное, что сейчас, конечно, действительно очень большой процент вот этого населения, большой процент притока особенно, не тех, кто уже тут, но тех, кто движется в страну, действительно очень-очень большая доля выходцев из Латинской Америки и из Мексики в том числе. С точки зрения гражданства, получается так, что примерно поровну мексиканцев и всех остальных латинос сегодня меняются объекты для антипатий. Да, это уже больше... То есть, мексиканцев не любят сегодня за то, что они католики, да, а за то, что они вот оттуда. Не на том языке говорят, не так выглядят. Вот эти антииммиграционные, анти-латинские настроения. Они присутствуют, особенно их вот сейчас туда разжигают и как бы открытым текстом говорят, что это преступники, что это насильники, что это, там, я не знаю, там все беды на них, все проблемы от них. И примерно то же самое было и сто лет назад. Но тогда на вот этих вот, на этой истерии удалось провести сколько-то законов антииммиграционных, да, которые кардинально изменили иммиграционную политику. И страну тоже изменили. Удастся ли им сейчас что-то сделать? Но мы не видим пока такого. Вот ничего такого пока им не удается. Мелкие такие комариные укусы происходят, но, ну, в общем, все это, все это мелочь. И все это временно, в той мере временно, в какое временно его, скажем, Трамп и вот это его, как бы, экстремальная такая риторика. А вот республиканец-сенатор Линдси Грахам говорит, что иммиграцию надо было бы увеличить легальную, легальную. У нас сейчас легально где-то с миллион в год. Трамп хочет довести это до полмиллиона в год за счет обрезания семейной иммиграции в основном. И Линдси Грахам говорит, что надо было бы легальную иммиграцию довести до трех миллионов в год, потому что даже три миллиона в год за десять лет, ну, так это будет, там, десять процентов населения страны. Это не сто, это один процент в год. Ну, как бы можно, можно, какое-то время можно и столько. И ведь почему очень важно с иммиграцией, увеличением иммиграции разобраться. Дело в том, что страна стареет. И проблемы не в том, что нам там молодежи для чего-то не хватает. Дело в том, что наша система социального страхования построена на недостаточном финансировании. То есть, когда ее вводили в строй, там на одного пенсионера было там 40 человек работающих. А сейчас на одного пенсионера получается там три работающих, а будет и два, всего два. Поэтому кто содержать будет? Пожилых людей. Поэтому нужна молодежь, работающая молодежь, образованная молодежь, платящая налоги. И для того, чтобы вот, ну, скажем, люди постарше, ну, скажем, моего поколения, и, может быть, даже помоложе немножко, и постарше немножко, чтобы страна могла выполнить свои обязательства перед ними с точки зрения пенсионного финансирования, да? То есть, есть обязательства. И это и здравоохранение, это и денежное содержание. То есть, люди всю жизнь работали, и вдруг выяснится, что они там останутся без пенсии. Поскольку вот приходят все время отчеты, каждый год мы получаем отчеты, что у нас там с пенсионными делами нашими. И пишут, что где-то к 28-му году, через 10 лет, вот этот денежный бассейн, да? То есть, там есть труба, одна труба с денежками втекает, другая труба из бассейна вытекает. Значит, втекают налоги, вытекают платежи. Так вот, получается такая история, что еще 10 лет и в бассейне не останется воды, не останется в системе денежки. Таким образом, поступающие денежки, это будет все, что можно отдать на выходе из бассейна. И те пенсии, которые люди получают, значит, там пишут прогноз такой, что они уменьшатся до 75% от расчетных, расчетных. То есть, тебе положено там, не знаю, там, 1200 долларов, да? А будешь получать там, сколько там, минус 25%, да? Соответственно, поэтому, значит, будешь 900 получать. И откуда денежка берется? От того, что люди платят налоги. Вот, вот, собственно, и все. Поэтому, альтернативы никакой другой, нет, я не вижу. Может, есть где-то, я знаю, может быть, с неба упадут, может быть, какие-то самолеты полетят и сбросят мешки с золотом, я не знаю. Наверное, так. Есть такой вариант тоже, черт, все время же золото сыпется там. Вот, манна небесная же сыпалась избранному народу, не всем. Так вот, посмотрим. Но страна иммигрантов, Nation of Immigrants, спустя 100 лет оказалась снова в том же примерно положении. То есть, страна переставала потихонечку быть страной иммигрантов, потом она так как-то начала выползать из этого состояния. То есть, от 5% населения, рожденных за границей, в 70-м году, вот за 45 лет, ну, 48 лет, значит, мы вернулись на уровень 14%. Такие соображения. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...